За пять месяцев этого года на белорусском металлургическом заводе выплывали больше миллион тонн стали. Выработанную из ее продукции отгрузили с пожилцам у тем леку больше 80% на экспорт. У спися замежных партнеров БМЗ селета 48 краин света. Украина, США, Австрия, Испания, Франция, Финляндия, Швейцария. Тенденция этого года – переразмеркование частки объемов с Африки и Близкого Схода на европейский рынок. А праша таго пауные тяжкости на предприемстве узникли у сувязи с пандемией коронавирусу. Уведенные карантинные мероприемства, а так само падение кошту нафты, привели до снижения цен на металлопродукцию. Прямая МНБМЗ-меры дозволили снизить выдатки вытворчасти амаль на 65 миллионов рублей. Але гэтага оказался недостаткова. Причина всем понятна. Это скукожились рынки традиционные. Мы разбирались в металлокорт, прокатная продукция. И вот сейчас надо просто разлить ситуацию, как финансово подставить плечо предприятию, для того, чтобы они в это непростое время могли дальше более-менее уверенно себя чувствовать. Поэтому сейчас вырабатываем решение. Видите, тут и банкиры с нами. Ищем решение, как оздоровление провести. Варианты отрабатываем. Я думаю, до конца дня сегодня не будет выработано. Но схема понятна. С экономичными тяжкостями сутыкнулося и акционерное товариство «Гомсельмаш». Правда, с эпидемичной ситуацией в свете это не связано. В свой час предприемство отримывало значные кредиты. Утымлюху в замежной валюте. Теперь их необходимо вертать. А это – великие сродки. Такая ситуация не самым левшим чином отбивается на развитии акционерного товариства. Сярод распрасованных и наибольшь верогодных вариантов – реструктуризация доугол. Тем более, что сейчас «Гомсельмаш» не только полностью покрывает бегущие расходы, али и працуя с прибытком. У нас имеется стратегия до 2030 года, разработанная. Определен список стран экспортных основных – это топ-20. Это в основном рынке европейские, европейских стран и Китай. Также мы не оставляем без внимания африканский континент. Сегодня полным ходом идет отгрузка машин в Зимбабве. Также мы в этом полугодии отгрузили машины в Молдову, Армению. Естественно, основные экспортные рынки – это Россия, Казахстан. В следующем полугодии мы также планируем продолжить отгрузки на африканский континент и другие рынки. И еще одно питание, которое обмерковывается подчас визиту вице-премьера Юрия Назарова на Гомельшину. Необходно выпрасывать отдельную державную промышлую политику. На практице, разговоры идя о большей тесной кооперации предприемствов. И еще одна тема для обмеркования – зарабись больше прозристыми и прогнозуемыми, относенные помеж вытворцами и споживцами их продукции. Госзаказ – не то слово, но механизм, когда производитель и потенциальный потребитель продукции, вот такой, как мы говорим, кормо-уборочная техника, должны четко понимать по периодам, по годам объемы производства и потребления соответствующей техники, чтобы не было этой суеты. То пусто, то густо. То есть, знаете, вот когда сейчас появилась в Могилевшине, Витебшине потребность в определенном количестве комбайну, мы должны лихорадочно эту проблему закрыть. А это должна решаться в плановом определенном порядке. Но, что касается Гомсельмаша, президенту доложены подходы, президент их согласовал, поэтому сейчас мы просто на согласовании проекта указа президента о реструктуризации долгов. Олег Сентюров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, Телерадиокомпания Гомель.